Это что такое? Вот, смотрите. Вот, вся, стоит черчево. Вы посмотрите, что у нас творится. У меня вода течет, у меня под полом вода. Дом весь полопал. Весь полопал. Невозможно ничего сделать. Обращаюсь к администрации города и очень прошу, помогите, пожалуйста, или спонсоры какие, или пусть нас снесут. Всем строят коттеджи, дорожки очень хорошие везде. Все ездят, ходят. А я не могу вывезти сына на коляске на улицу. Пройти к колонке невозможно. Действительно, болото, в котором оказалась поневоле женщина вместе со своим парализованным сыном, сначала шокирует. Мало того, что к дому не подойти. Вокруг него стоит вода и журчат ручьи. Кроме того, в доме от сырости болотный тоже не спрятаться. Подвал залит водой, испарения проникают в жилые комнаты. Комфортно в таких условиях себя могут чувствовать разве что плесень и грибок. Вот они, трещины пошли все. Все, дом весь падает, все до конца. И там вот за углом все. Вон, уже и подклеиваю, и не знаю, что делать буду. Галина Михайловна добавляет к своему мокрому месту еще воды. Она не может сдерживать слез. Раньше, вспоминает женщина, такой проблемы не существовало. Все началось года три назад со строительством многоэтажек на месте бывшего частного сектора, от которого остались пять маленьких домиков. Вот большой дом. Один построили, там другой. Здесь были частные дома. Все там подняли. Сливов никаких нет. И все сверху течет сюда. А мы стоим в луже. Дополняет картину водонаборная колонка, которая пользуется популярностью у автолюбителей. Они ежедневно набирают там воду и моют машины. Вся пролитая вода стекает к дому номер 63. Маленькие, забытые богом и людьми, домики среди новых высоток тонут в сливах и стоках. И жильцы готовы на что угодно, лишь бы их жизнь изменилась. Год назад по инициативе женщины вдоль частного сектора положили новый асфальт. Но это не спасло положение. Насыпь перед домом, по ее предположениям, могла бы решить проблему. Но пока никаких изменений не произошло. Жить невозможно стало. Ну невозможно. Во-первых, дорога ездит, машины все. Возле колонки воду набирают, даже цистернами набирают воду. Все это льется. Машины подъезжают, то фонарики помоют, то зеркала, то стеклышки. И все это идет напротив моего дома. Это ужасно, это невыносимо жить. Живут люди, как жить. А как нам жить дальше? Как нам жить? Объясните, как жить? У меня сын лежачий. Он парализованный у меня лежит.